МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медучреждение на железной дивизии откроют после ремонта. Сенсация возрастом в 180 миллионов лет. В Мордовии нашли останки морского хищника. Кем он был, выясняют ульяновские ученые. Без электричества на 3 часа завтра останутся жители Нижней террасы. С 8.30 до 11.30 в этой части левобережья Ульяновска произойдет плановое отключение электроэнергии. Причина замена участка воздушной линии напряжением 110 кВт. В указанный промежуток времени прекратят свою работу лифты, светофоры, осветительные и прочие бытовые электроприборы, запитанные от системы центрального электроснабжения. При этом насосы ульяновской дамбы продолжают свою работу. Их подключат к электрогенератору. Троллейбусы в районе Нижней террасы продолжат курсировать по маршрутам в соответствии с расписанием. По словам власти, решение заменить грозы трос принято с необходимостью повысить надежность энергосбережения в предстоящий зимний период. Администрация гордо приносит жителям свои извинения за доставленные неудобства. А также просит экономнее использовать воду и отключить от сети электронагревательные приборы. Все точки над «э» окончательно расставлены. Городская поликлиника номер 2 закрывается исключительно на время проведения ремонтных работ. Такое решение принял губернатор Сергей Морозов. Это стало ответной реакцией на многочисленные обращения жителей Ульяновской. И теперь их мнение учли. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов лично ведет осмотр второй городской поликлиники. Уже на входе в больницу становится ясно. В лечении нуждается именно она. Потрескавшиеся стены, протекающая крыша, старая мебель. Косметического ремонта учреждению явно недостаточно. Принято решение закрыть здравницу на время ремонта, а пациентов перевести на обслуживание в другие медучреждения. Однако местные жители все же обеспокоились судьбой поликлиники и обратились в Министерство здравоохранения региона. Точку в спорном вопросе на совещании поставил Сергей Морозов. На сегодняшний день ситуация, я считаю, что решения все найдены благодаря и личному вмешательству, и указаниям губернатора. Потому что то, что здание второй поликлиники аварийной, мы это убеждались уже не раз, поэтому поликлиника будет отремонтирована и также будет работать как территориальная поликлиника. Своё решение губернатор озвучил местным жителям. Городскую поликлинику номер два будут ремонтировать в два этапа. На первом этапе в кратчайшие сроки приведут в порядок первый этаж. Здесь разместятся процедурные, кабинеты терапевтов и заборы крови. На втором этапе отремонтируют второй и цокольный этаж. Это отведут для приёма пациентов узкими специалистами. Местные жители смогут контролировать ход работ. Мы практически с сегодняшнего дня переходим в штабной режим и вместе со всеми специалистами, с представителем здравоохранения, с участием общественности будем и планировать, и оценивать планы Министерства здравоохранения, Министерства строительства по приведению второй поликлиники в надлежащий современный вид. Однако в скорой финансовой помощи нуждается не только вторая поликлиника. Здание бывшего родильного дома на Корсунской также в аварийном состоянии. В здании на Корсунской, 4, будет некий даже восстанавливаться и делается центр здоровья женщин. То есть здесь однозначно сохраняется вот та помощь, которая была уже оказана, и она будет улучшаться. Сейчас под жёстким контролем вся динамика превращения вот этого здания, на котором мы сейчас находимся, в первоклассный центр оказания медицинской помощи, первичной медицинской помощи населению. В бывшем роддоме также останется стационар для беременных женщин. Там же планируют разместить женскую консультацию. Деньги на ремонт лечебных учреждений будут выделены уже в ближайшее время. Елена Красильникова, Вести Ульяновск. Подарок возрастом в 180 миллионов лет. Ульяновские палеонтологи начали восстанавливать скелет нового вида динозавра. Остатки морского хищника обещают стать научной сенсацией. Такой вид ихтиозавра ранее учёные не встречали. Сама находка символична. В этом году учёные отмечают 200-летие со дня первого научного описания ихтиозавра как вида с палеонтологиями. Сегодня пообщалась Кристина Агафонова. Вот плечевой пояс, вот кости тоже торчат. Значит, это что? Это плавники, это каракуиды, это часть, так сказать, этих самых ключиц, лопаток и так далее. Это только на одном рабочем столе. Второй занимает почти метровый череп с зубами. Кости ихтиозавра в земле пролежали почти 180 миллионов лет. Сейчас хрупкие останки по частям собирают ульяновские учёные. Они достаточно рыхлые и ноздреватые. Мало того, чтобы эту кость потом взять в целостном виде, значит, мы обязательно её должны напитать клеевым составом. Явление редкое, не перестаёт удивляться Владимир Ефимов. Чаще всего откапывали лишь разрозненные кости. А здесь половина скелета морского ящера. Четырёхметровый хищник охотился на глубине до 50 метров. Но, по мнению палеонтолога, и сам стал добычей. Было найдено не полностью скелет весь тела, а был найден только половина. Поэтому, скорее всего, и вот желудок попал в захоронение, а заднюю часть его просто съели. В Ульяновск окаменелые останки привезли из Мордовии. Местные учёные уверенно относят находку к раннему юрскому периоду. Однако, подобный вид глазастого ящера пока никто не описывал. Первая находка на территории России в келовейских отложениях Среднего Поволжья. Уникальная находка. Мало того, что череп, мало того, что сохранились глазные яблоки, ещё и содержимое желудка. Есть возможность определить не только, чем животное питалось, где оно плавало, как оно жило и так далее, и тому подобное. Вот ранее ничего подобного не было найдено. А вместе с биологическим описанием морской хищник получит и новое имя. Его обязательно свяжут с местом обнаружения. Когда же краснослободского ящера подготовят как экспонат, а это займёт от трёх до пяти лет, его отправят обратно, но прежде представят ульяновским зрителям. Кристина Агафонова, Денис Миронов. Весть Ульяновск. Из Ульяновского района. И после паузы смотрите во второй части нашей программы. Качество прежде всего. На форуме в Ульяновске замыслили о реанимировать забытый знак качества. Место встречи орбита. Юбилей детского дома собрал воспитанников со всех уголков России. Чтобы люди не потеряли веру. Итоги православной выставки «Благословенный Симбирск». Продолжаем выпуск. В Ульяновске сегодня стартовал Всероссийский форум «Лучший опыт для лучшей жизни». Он проводится в рамках Всемирного дня качества и Европейской недели качества. Мероприятие стало своего рода площадкой для мозгового штурма и выработки рекомендаций. Их реализация сулит улучшение жизни россиян. Эдуард Истомин подробнее. На этом форуме слово «качество» цитировали чаще остальных. Губернатор Сергей Морозов ввел даже такое понятие, как философия качества. На предприятиях области внедряют современные системы менеджмента качества. Успешно реализуется программа «100 лучших товаров России». Буквально месяц назад мы приняли уникальный региональный стандарт деятельности по обеспечению благоприятного делового климата в Ульяновской области. Это уникальный документ для Российской Федерации. А по целому ряду позиций основополагающие. 73-й регион активно внедряет мировые стандарты качества. Это отметила Всероссийская организация качества. Ее президент Геннадий Воронин наградил Сергея Морозова медалью имени русского философа Ивана Ильина. Вот сегодня мы привезли журнал «Стандарты и качества». И там доклад вашего губернатора. То, что вектор развития Ульяновской области правильный, я в этом убежден. Экскурсии, заседания, круглые столы. Таков формат форума. Основные выступления на пленарке, на круглых столах мозговой штурм. Сферы разные. Промышленность и жилищное строительство, экология и образование. Естественно, это целый год посвящен был вопросам качества. Мы провели целый ряд мероприятий, крупных, серьезных, для наших промышленников, предпринимателей, бизнеса. Вопросы повышения качества, стандартов, улучшения конкурентной среды и так далее. Все эти моменты на теоретической, на практической основе мы изучаем. На форуме обсудили шаги по созданию бренда «Российский знак качества». По словам Антона Буланова, он не будет копией советского пятиугольника. Тем не менее, станет мерилом доверия покупателей к продукту. Вы это хотите купить. И тогда производитель хочет получить ваши деньги. Если вы покажете производителю, что его продукция, получившая знак качества, он ее может выставить дороже, продать этой продукции больше, чем сосед. Вот самый главный стимул. Еще одна тема – качество государственного и муниципального управления. На форуме хотят разработать рекомендации по его улучшению. Это диктует время. Столько санкций и прочее. Ребята, чем жестче санкции, тем больше надо заниматься качеством управления. Потому что тебя обрезали везде, да? А ты управленец. Ты в этой ненормальной ситуации сделай так, чтобы выпустить качественный продукт. Форум хоть и продолжается, но уже известен организатор следующего мероприятия. Это Самарская область. На торжественной церемонии губернатор Сергей Морозов передал флаг форума представителю соседнего региона. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Сегодня отмечается Международный день слепых. В этот день в 1745 году родился француз Валентин Гюаи. Человек, основавший первое учебное заведение для незрячих. И вот уже 30 лет, как Международный день слепых отмечают именно 13 ноября. В Ульяновском ДК слепых в этот день прошел праздничный концерт, а также фестиваль «Моя малая родина», в котором приняли участие два десятка жителей региона. Они представили свои аудио работы, рассказы, стихи, песни. Заинтересовало меня тем, что нужно было рассказывать о красоте русской природы, о своем родном месте. И так как я очень сильно его люблю, меня очень заинтересовал этот конкурс. Началось все абсолютно спонтанно. Организатором конкурса выступила областная специальная библиотека для слепых. А в жюри конкурса вошли известные деятели культуры, которые отметили высокий уровень представленных работ. Я всегда знал, что Ульяновская земля, Симбирский край, очень богат талантами. И такое количество таких интересных работ, в общем-то, меня не удивило нисколько. Вы знаете, но меня приятно поразила искренность этих работ, их чистота, их вот такая исконность. Сегодня же представителям регионального общества слепых вручили подарки, а сами инвалиды по зрению просили об одном – не забывать о них и уделять им внимание не только в праздник. Помнить об их проблемах со здоровьем их и быть терпимее. В регионе на сегодняшний день проживает около 4 тысяч незрячих и слабовидящих ульяновцев. Мэнский детский дом «Орбита» отметил свое 70-летие. Поздравить его воспитанников с юбилеем приехали первые лица региона. Здесь же провели заседание Совета по демографической и семейной политике. Подробности у нашего корреспондента. Днем рождения, любви до главного внушения, чумового настроения и самых первых людей. Нарядные дети и песни и пляски. Майновский детский дом отмечает свой 70-летний юбилей. Праздничную программу воспитанники готовили не одну неделю, но все репетиции были только в радость. Ведь это день рождения их дома, а живется им здесь, как говорят сами ребята, очень хорошо. Все классно, одеваемся хорошо, в школу ходим, участвуем в разных мероприятиях, занимаем призы разные, призовые места. Ну, все, что должно быть у ребенка, у нас все есть. Поздравить детей с этим праздником приехали высокопоставленные гости. Конечно, не с пустыми руками. Сергей Морозов предложил организовать участие воспитанников орбиты в предстоящем открытии картодрому в Ульяновске. Такому подарку дети были особенно рады. Я хочу от имени государственной власти Российской Федерации поплыть, конечно, руководителям в ее лице и весь замечательный трудовой коллектив за то, что они делают с точки зрения государства. Они учат, они воспитывают и они готовят к жизни на очень и очень хорошем уровне. Хотя, наверное, может быть, это не для детских ушей, но все же было бы правильно, чтобы таких домов не было. После торжественной части на базе детского дома состоялось совещание. Обсудили вопросы профилактики социального сиротства, адаптации и социализации воспитанников детских домов в обществе. Мы на сегодняшний день очень серьезно работаем над проблематикой развития семейных форм устройства детей. Поэтому в настоящее время у нас детские дома работают в статусе таких реабилитационных центров, в которых детки готовятся на передачу в приемные семьи. Также в Ульяновской области планируется открыть центр сопровождения приемных семей. Такую инициативу озвучил губернатор Сергей Морозов. Эти службы являются важными элементами работы по сокращению сиротства. Любовь Мечова, Александр Абрамов. Вести Ульяновск. Измальницкого района. В Ульяновске сегодня прошло традиционное заседание научно-экспертного совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. Участники обсудили возможность реставрации ставринных зданий и строительства новых. Обговорили заключение комиссии экспертов по вновь выявленным объектам культурного наследия. А также перспективный для региона проект ярмарочный квартал. Суть этого достопримечательного места как раз поставить не единичные памятники, а поставить непосредственно как раз таки целую улицу, вся историческая застройка, вот сохранить всю эту историческую застройку, как раз произведено вот это достопримечательное место. И это улица Марата, это улица Федерации, это улица Карла Маркса и сохранение всех исторических зданий. По мнению архитекторов, ярмарочный квартал разнообразит культурный облик и станет визитной карточкой. И это все на сегодня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok